Немножко на фоне не очень темном, охры, не очень темном фоне, чтоб они как бы задышали. Чтобы вот эти воздухи, которые мы положим, создали им от них как бы дыхание. Вот такую сейчас муть с такими акцентами, так чуть-чуть накалякайте, еще будем уточнять, это не финишная. Еще одна нога цветка. Бликующие разбилы красного. Чтоб не было скучно, просто чтоб не было скучно. Светик немножко, этот рыжий усилим. Вот этот предмет он уже схватил все, все композиционное и прочее он уже схватил. Так, теперь, вот у нас светится край лепестка пальцем, пальцем. Подбивая край, то есть подтаскивая на край. И даже имеет из-за этого толщину, потому что именно палец это сделал. Причем на палец берем, вот крем, вот этим местом работаем. Следующий лепесток, где-то здесь. Мощная группа лепестков. С белизной. Чуть-чуть с сиреневизной, то есть розовый синий. Если кто хочет, вот может вот эти вот бликующие там насадить. Можно и без них, конечно. Но просто я к ним, к этим бликовастикам, хочу добавить немножко вот таких. Чтобы они еще оформили пространство. По-моему, с ними поприкольнее. Как бы непонятно от чего они, но тем не менее, создают движ на холсте. Прям мастихином на кончик беру, беру на кончик вещество, совсем его там еле-еле. И вот такие игрушечки в фоне. Так, хорошо. Теперь беру уже кисть, деликатную кисть. А, тень в сторону, правильно, все правильно. Отлично. Есть туда тень небольшая. Все правильно, отражение и тень. А консистенция краски в первой части прямо из тюбика или добавляет краску? Когда вот эти вот вылепливали, наверное, ну вот прямо густую кашу белил, подхватывал и лепил. Если кому вот эти вот фиговинки не нравятся, можете их не делать. Ну, по-моему, красиво с ними. Показать, краска, 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 краска. Верный. Выше середины наберем. Пятно цветков. Пятно цветков. Почему тряпкой? Тряпка собирает лишнее вещество и примерные очертания темной зелени. Добавим немного желтого. Добавим. Вытянем стволы. Можно, кстати, и на нем тоже блик кто захочет, попробуйте. Но я не хочу, слишком много будет белых. Они будут спорить между собой. Небо у нас, вероятно, голубая ФЦ. Здесь мы можем любое количество краски положить, потому что небо не наполнено никакими кружочками. К линии горизонта посветлею. Песок. Тоже розовый. Розовый. А можно короверскую, голубую. Тональность этого песка сделаем такой, чтобы белые точечки, которые будут здесь на окраине, и блики здесь, чтобы они считались хорошо. Розовое. КОНЕЦ Некоторые бусинки розовят, то есть те, которые не так нарядны, не так светлые, они розовят. КОНЕЦ СОЗВЕЗДИЯМИ И, наконец, ракушка. Её мы несколько отодвинем от края. Я взял кадмий красный и охру. КОНЕЦ СМУГЛЕЕ, ЧЕМ НЕБО Ну, к примерной тональности. Ультрамарин. Вот эти водоросли, которые распластались вдоль берега. Бирюза у берега плюс охра и вот этот солнцем засвеченный бирюзовый. Дадим его. КОНЕЦ Приход волн идёт вот по этой траектории. Покажем и эту траекторию. Возвращаемся к нашему, к нашей небесно-голубой. Разбеливаем её ещё и добавляем краплак розовый прочный. Так он и называется. И вдоль линии горизонта мы видим розовит. И даже немножко бирюзит. Толща воздуха, которая здесь как бы спрессована для нас. Туда мы смотрим и видим без этого пара воздух. А здесь вот эта толща воздуха с паром. Она делает это место засвеченным. То есть солнце засвечивает этот пар. Светлее делает. И лёгкую оранжевинку, в данном случае розовую в основном, придаёт цвету неба. Краплак розовый. Травище. Каменика. Каменика маленький. Снова травище. Чуть более розово. Почва. Примерно этот же оттенок и здесь. Больше охры. Больше английской красной. Больше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Примерное место расположения лестницы сделаем... Продолжение следует... Продолжение следует... Выгоднее все-таки интересное проявление рисунка сделать... Ближе к центру композиции... Это интересное проявление рисунка... Но вот здесь мне... Ну вот здесь столы, понятное дело... А вот здесь мне не хватает... На дальнем плане не хватает мне уже ели... Тут сосенки... Там будет ель... Какая-нибудь вот такая красивая... Краплак розовый... Лежачий к холсту кистью... Оставляя чуть-чуть... Продресь этого цвета... Первобытного... Подкладочного... Подкладочного... Когда я искал кисть... Обнаружил, что легкое нарушение геометрии создал... Избавляясь от нарушения... Чтобы листья положить... Надо же нарушение... Исправить... Так... В этом случае важно не перебеливать... Даже если кажется прямо бело... Лучше пусть оно сдержанней будет... Белизна... Чтоб не спорила белизна... С белизной неба... Все-таки небо здесь самое светлое пятно... И надо умудриться удержать эту идею... Все-таки делаю цветы... Чтоб не приливать т Barker... Вот здесь, его нужно заполнять... Так, ну и, пожалуй, всё. Чуть-чуть ещё, может быть, дырочек здесь добавлю. Надеюсь, вам понравилось и, возможно, у вас тоже получится. Ну, есть какие-то сложности, но, конечно, такое любовное развлечение вырисовывать всё это. Вы же видели, даже на промежуточном этапе было красиво, поэтому можете не доводить до степени выписки, которую я сделал. И так будет красиво. До следующей встречи!